energy dragon разбуди в себе дракона первую очередь хотелось бы поинтересоваться как ты себя сейчас чувствуешь такое тебя состояние пришел ли ты в себя чувствую себя потихоньку нормально с каждым днем восстанавливаюсь а вот ты сказал что после поединка ты поедешь в больницу расскажи немного об этом то есть после боя ты сразу направился в больницу как ты ночью вообще провел после боя сразу больницу меня отвезли капельницу поставили я там отдохнул поспал немножко со мной друг был и до этого ночь была очень тяжелая я наверное многие меня поймут многие правильно меня поймут ты бывают жизни и моменты что ты уже чувствует что уходишь и из этой жизни у меня был тот пробой и отмену боя это было последнее что я думал когда человек чувствует что он прямо говорят что он умирает это вообще плохое чувство меня такое чувство было действительно обезвоживание я знаю что это такое это проходит когда пьешь литр полтора литра воды но это было другое у меня вообще и другое состояние было а как ты считаешь чем причина джихад то что так получилось почему это весогонка оказалась настолько тяжелым для тебя это хороший вопрос за эти полгода полгода у меня была третья высогонка один соперник не приехал из-за вируса не смог приехать другой то же самое и это третье у меня примерно 2 примерно килограмма старалась за два полтора дня до взвешивания и в этот момент вечером я выпил эти разжигающие таблетки когда я не пил на голодный желудок и выпил и это меня чуть не убило развалился но у меня вообще голова странное чувство что как будто мозг растворяется плохое чувство а когда ты понял что уже это не сможешь подраться как ты вообще пришел уже в больнице понял как это все происходило или просто тебя поставили перед фактом врачи что ты не сможешь драться после тренировки как я выпил после тренировки я поехал домой как бы лег спать но я чувствовал не необычное чувство у меня была голова странным образом болел у меня живот вообще болела я другу поехал говорю ему со мной что-то не то и он мне больницу отвез там сразу они реагировали капельницу поставили и я там знаешь я прям чувствовал что все конец мне а какой вес у тебя был когда тебя забрали больницу на какой на какой это стадии ты остановился скажем так в загонке 69 килограммов у меня 69 килограммов показывал на сагах на весах на весах и эти весы на сессия весами я мерил их 600 тыс много показывал мои весы когда я их мерил до этого весогонки и тогда получил на килограмм чем-то было за полтора дня до взвешивания и смотри вот такая ситуация интересная получилось алига и сей объявила о том что ты не дерешься то что боя не будет а потом на тебе и снова бой в деле в силе скажем так ты снова строю вот как так получилось что ты находясь в больнице вот все-таки вышел подраться как вам удалось договориться организовать этот бой как вообще процесс происходил соперника в том числе да эту ту ночь когда я уже в больнице был лежал капельницу почти закончилась меня мой друг держал чтобы капельница закончилась капельница и жиросжигающие эти таблетки они вместе такой странный эффект дали что я чувствовал я вообще непонятно что разговаривал другу даже спать не давал дергался это не объяснить словами потом после друг меня принес магазина эти газировки шоколадки и с ними эти я кушал я честно говоря последний раз жизни свою этом это я наверное не поймут не поймут люди меня такое чувство было что я умираю честно и так прошел прошла эта ночь и на следующий день лежу себе потихоньку восстанавливается чувствую что уже действие походит но думал уже действие проходит этих таблеток и это пишет там разная группа у меня отмечают люди типа где вы я еще здесь еще такие из маленьких ставят которые ноги но ну типа что он что побьет тебя да я еще здесь где ты ты громко разговаривал все это мне нормально пишет другие группа говорить что до завтрашнего дня я здесь вы где я готов я очень разозлился и так и позвонил попросил чтоб далее до полтора дня до взвешивания он у него я думаю много было он перестал гонять вес так как уже я снялся был в больнице а я капельницами с этими газировками шоколадками восстанавливал еле в себя и когда это увидел я очень радовался позвонил чтобы спросили у него если он такой хочет драться пусть примет он оказывается радостью я слышал что он сказал легкие деньги так как он с больницы джихад когда ты выходил на бой и видно было что ты уже довольно таки поднабрал но в то же время как ты говоришь газировки шоколадки и те же капельницы они могли тебе и во вред пойти и сколько ты вообще весил в бою и этот вес насколько он был для тебя привычным или наоборот возможно было тяжело тебе с ним драться я утром дня бой к бой когда утром уже надо было вечером подраться в это же утро я глаза не могу открыть что уже затекший был уже такой как сказать затекший был и у меня было плохое состояние мне надо было еще на разминку поехать я пару кругов сделал на разминке уже все забился друг говорю я забился подожди он он стоит надо мной говорит улыбается ты чё как ты забился у тебя вечером и тот же день у нас новый массажист оказывается он мне массаж сделал немножко мышцы успокоились но все равно я забивался разминать разминаться не мог и эти газировки сникерсы эти вкусные тоже нельзя тем более газировки это мне очень мешало утром я весил 73 ну а пухший был вес и днем выпил где-то 45 литров и сам бой джихаду на самом деле знаешь это для тебя наверно подвиг то что ты сумел таком состоянии подраться вот сам бой как ты его оценишь насколько тебе тяжело пришлось в этом поединке и что сыграл решающий роль твоей победе и план вопрос что сыграл решающие решающую роль в твоей победе за счет чего тебе удалось выиграть как ты считаешь что стало главным фактором а за я был очень зол на него и я не хотел чтобы он меня ударил я пока он не отставал от меня каждый раз водки под ты для меня была проблема то что мне надо быть осторожным с ним потому что любой его удар очень опасный это меня напрягало но мотивация на бой была злость из-за того что он не только мне говорила нашим ребятам пацанам которые он не писал где вы типа бразилия сила свои там свои флаги и вставлял эти комментарии я здесь выйдет вам панику короче создал поднял и мне пришлось его заткнуть даже я не думал что я вообще смогу до первого раунда дотянуть но поле сегодня мне удалось я весил 4 битра воды это когда выпил всем всем это мне очень мешало этого больно на самом деле ваш поединок он к сожалению не получился наверно таким зрелищным ни первым ни второй я сегодня подумал вот на такой вещи он очень зрелищно дерется в других боях с тем же было его им после тебя вот но до этого боя и после этого боя противостояния с тобой вот получилось такая ну откровенно говоря не я не яркая ваша встреча как ты считаешь это стилистика ваша не то что вот не получается вам таких фейерверки скажем так вы показать он-то по-любому с любым соперником ярко так дерется так но я знаю его как его остановить когда он как танк двигался на меня точнее бегал на меня я его ударом в эту живот останавливал пару раз ударил он все уже заднюю дал а так его не остановить я знал если я не пойду вперед мне придется идти назад если я назад пойду так и как первый бой закончится я настолько устал что там не еле держался на ногах и не хотел чтобы видели как я устал и типа показывал что мне со мной все хорошо а так и у сетки я боевые условия по-любому джихад ну вот теперь ты выиграл ты взял реванш можно сказать ты герой ты сейчас купаешься в славе заслуженной славе ну что дальше что дальше будешь ли ты гонять вес на 66 или вероятно у тебя есть мысли что подняться на категорию выше как ты видишь свое дальнейшее будущее можно начну с того вечера когда мне стало плохо я снялся с боя тот вечер я вообще хотел из спорта уйти и все это оставить до такой степени у меня было плохое состояние я это даже не мой не смогу передать словами на 70 хотел тогда если даже я стану спорте на 70 но потом уже у себя и если подумать за полгода третий раз гонять только веса это очень много и думаю что гонка за титулом титул немного ножка близко и если я поднимусь на 70 немного мне придется много биться чтобы добраться на 66 я немножко близко к титулу и я бы хотел остаться если у меня получится я хочу забрать титул если нам не получится на все воля аллаха делаем все что смог джихад ну и завершая нашу беседу что дальше хотелось бы узнать у тебя есть ли какие-то соперники которые мотивируют тебя может и кому-то хотел бы бросить вызов или с кем-то тебе интересно было встретиться если такие имена ну да такое имя есть я бы хотел встретиться я всегда в себе уверен я когда не уверен как ту ночь когда я не уверен как ту ночь когда я не уверен как все мне я убираю я не буду рад двигаться а так когда я вообще на ногах я любое время чтобы мне не проблема но вы спросили я я бы хотел с ним подраться это спорт интерес хотел бы взять реланж джихад но мы знаем что макаранд расул хазбулаев берется за пояс его поединок уже анонсирован и даже если ваш бой состоится то немного позже хотелось бы услышать твое мнение и прогноз на его поединок против филиппе фройса как ты считаешь чьи шансы предпочтительны в этом противостоянии я бы ну я думаю у фройса опыт большой но магомед расула я думаю возьмет у него выиграет у него так как он хорошо владеет вольной борьбой тот может защищаться но магомед расул я надеюсь что магомед расул выиграет у него так как я хочу чтобы он выиграл и потом провести реванш за пояс да я же могу добраться до пояса два через два или три боя кто знает но я увернусь еще лучше я в этом бою плохо себя чувствовал я еще доработаю себя там соберу им немножко оружие и выйду еще лучше я с лучшими хочу но и реванш был бы всем интересен я думаю а сейчас это как ты говоришь а снова не скоро будет у нас сейчас я думаю я встречусь не знаю с кем я примерно могу встретиться но это уже я думаю лига посмотрит на рейтинге и решит кто где находится и с кем интереснее будет тебя свести джигат с кем бы ты не дрался мы с нетерпением будем ждать это противостояние потому что свое появление в клетке но всегда интересное даже если бой где-то у тебя получается незрелищным но все что сопровождает этот поединок твое поведение именно какие-то моменты оно всегда интересное за тобой интересно наблюдать мы тебе желаем здоровья чтобы дальше чтобы дальше у тебя не было проблем со здоровьем джихад береги себя восстанавливайся и поскорее возвращайся в клетку спасибо удачи вам тоже увидимся скоро октагоне ахматила спасибо